Меня зовут Хосе Мухико. На жизнь я зарабатывал фермерством в начале своей жизни. И затем я решил сражаться за перемены, чтобы улучшить жизнь моего общества. И сегодня я президент Тургвая, а потом, как и каждый из нас, я стану кормом для червей и исчезну. Я познал разочарование, познал боль. Несколько лет я провел в тюрьме. В общем, обычное дело для каждого, кто работает над изменением мира. Каким-то чудом я всё ещё здесь. И несмотря на всё это, я люблю жизнь. И я надеюсь, что буду представлять себя до самого конца моей жизни, как человека, который заходит в бар и подходит к стойке со словами «выпивка за мой счёт». Уругвай небольшая страна, и у меня нет президентского самолёта. Нам он, в общем-то, и не нужен. Мы решили, что купим у Франции дорогущий вертолёт. Спасательный вертолёт с медицинским оборудованием, чтобы добираться в отдалённые районы. Вместо того, чтобы покупать президентский самолёт, мы взяли вертолёт, который поставим в центре Уругвая для спасения пострадавших и оказания медицинской помощи там, где это будет нужно. Это же так просто. Вы поняли, в чём дилемма? Самолёт для президента или спасательный вертолёт? И всегда всё сводится к подобному. И, как мне кажется, всё дело в рассудительности. Я не предлагаю вернуться в прошлое и жить в пещерах или соломенных хижинах. Вовсе нет. Этого я не предлагаю. Нет, нет. Суть не в этом. Вот что я предлагаю. Нам нужно прекратить тратить ресурсы на бесполезные вещи. На эти роскошные дворцы, которые требуют поддержки полдюжины служащих. Да что же в этом полезного? Зачем это всё? Это излишество. Мы можем жить намного скромнее. И мы можем тратить наши ресурсы на те вещи, которые действительно важны для каждого, важны для всех. И в этом и заключается настоящий смысл демократии. Смысл, который был утерян политиками. Утерян среди всех этих королевских корон, феодальных баронов. И среди вассалов, играющих на трубах, когда их лорд отправляется на охоту. Среди всего этого. Да это ж просто средневековье. Ради чего были все революции? Ради равенства и всего прочего. Все эти президентские особняки, это же то же самое. Когда я был в Германии, меня сопровождал эскорт из 25 мотоциклов BMW. Они посадили меня в Mercedes-Benz, у которого каждая дверь весит по три тонны из-за брони. Да какая от этого польза? Такие дела. Я человек скромный. Если дают, я беру. С этим я справлюсь. Но все же, я считаю, что я должен вот вам что сказать. У нас достаточно ресурсов. Нам недостает политической воли. Правительство заботит победа на следующих выборах. Заботит, кто будет боссом. Мы сражаемся за власть. И мы забываем о людях и о глобальных проблемах. Это не природный кризис. Это политический кризис. Наша цивилизация достигла той фазы, когда необходим общепланетарный консенсус. А мы этого не замечаем. Мы ослеплены шовинизмом, жаждой доминирования. Особенно наиболее могущественные страны. В то время как они должны подавать пример. Это позор, что спустя 25 лет после подписания Киотского протокола, мы по-прежнему не очень-то охотно принимаем элементарные меры. Это позор. Человек вполне вероятно единственное животное, способное на самоуничтожение. Такая вот перед нами дилемма. Я надеюсь, что ошибаюсь. Человеческая природа устроена таким образом, что мы большему обучаемся, когда страдаем, а не когда у нас всё просто. И это не значит, что я советую вам страдать или что-то подобное. Нет. Но мне бы очень хотелось, чтобы люди поняли вот что. Вы всегда можете подняться. Оно того стоит, чтобы начинать с нуля однажды или тысячи раз до тех пор, пока вы живы. И это наиважнейший жизненный урок. Другими словами, вы не проиграли до тех пор, пока продолжаете борьбу. А проигрываете вы, когда перестаете мечтать. Бороться, мечтать. Быть здесь, на земле, стоя лицом к лицу, с реальностью. Вот, что придает смысл существованию той жизни, что мы проживаем. Нельзя прожить жизнь с обидой в сердце. И нельзя жить, ходя кругами. Та боль, что я познал в своей жизни, никогда не будет залечена. Никто не заберёт её назад. Вы должны научиться принимать свои шрамы и продолжать с ними двигаться в будущее. Если я потрачу время на зализывание ран, я не продвинусь вперёд. Я смотрю на жизнь, как на дорогу, что ждёт меня впереди. Завтрашний день, вот что имеет значение. А люди говорят, даже кричат. Так принято говорить. Ты должен помнить прошлое, или ты будешь обречён его повторять. Я прекрасно знаю людей. Единственное животное, которое 20 раз поткнётся об один и тот же камень. Каждое поколение учится на своём опыте, не на чужом опыте. Я не идеализирую человечество. Чему я могу научиться на чужом опыте? Мы учимся только на том, через что мы прошли самостоятельно. В общем, как-то так я всё это вижу. Так я вижу жизнь. И мне не с кем сводить счёты. Я не сдаюсь, потому что мои ценности и мой жизненный путь отражают точку зрения общества, которому я имею честь принадлежать. И я держусь за него. И дело не в том, что я президент. Я много обо всём об этом думал. Я почти десять лет провёл в изоляции в одиночной камере. Было много времени для размышлений. Семь лет провёл без единой книги. Так что у меня было время подумать. И вот что я понял. Либо вы счастливы, имея малое, будучи свободным от лишнего. Потому что счастье, оно внутри вас. Либо у вас ничего не выйдет. Я не оправдываю бедность. Я защищаю умеренность. Но с тех пор, как мы придумали общество потребления, консюмеризм, экономика просто обязана постоянно расти. Ведь если нет роста, то это трагедия. Мы наизобретали просто гору излишних нужд, запросов. Покупаем новое, выбрасываем старое. Это пустая растрата наших жизней. Когда я покупаю что-нибудь, или вы. Вы платите за это не деньгами. Вы платите теми часами собственной жизни, которые пришлось потратить, зарабатывая эти деньги. И здесь вот в чём дело. За эти деньги вы никогда не купите себе жизни. А жизнь проходит. И это просто ужасно. Тратить свою жизнь и свободу. Таким образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова